С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. В Ненецком округе зафиксированы первые лесные пожары. Минувшей ночью на телефон службы спасения поступил звонок о возгорании в районе Городецкого озера. Пожар был потушен двумя вертолетами поисково-спасательной службы. Ближе к ночи поступил сигнал о нескольких пожарах из Пёшского сельсовета. Тундра горела в районе деревни Волоковая. Возникла угроза подхода огня к населенному пункту. О пожаре на юго-западе округа сообщили сотрудники Пёшского сельсовета. Недалеко от деревни Волковая, входящей в состав муниципалитета, горели лесные участки. Из сообщения стало известно, один из пожаров представляет угрозу для населенного пункта. На тушение очагов возгорания вылетела группа пожарных и вертолеты Ми-8. Авиатранспорт оборудован водосливными устройствами для тушения лесных и тундровых пожаров. На горевшей участке Латшафта общей площадью около 3 гектар с воздуха сбросили 120 тонн воды. Пожарные также занимались локализацией и ликвидацией очагов горения из земли. К утру среды пожар локализовали, а затем потушили. Между тем, жители Волковой сообщали, что из-за ветра очаги возгорания могут вспыхнуть вновь. Ветрище разгорается, еще горит и горит. Идет против ветра. Утром 6 июля на территорию Пешского сельсовета вылетала мониторинговая группа. Сотрудники профильного департамента и Ненецкого лесничества с воздуха осматривали территорию пожаров. В результате облета было установлено. На территории лесничества располагается 3 очага возгорания. Площадь каждого не более 1 гектара. Угрозы населенным пунктам Пешского сельсовета нет. По словам тех, кто летали, направлено туда воздушное судно с водоносливным устройством и личным составом для организации и проведения мероприятий по тушению ландшафтного тундрового пожара. Как пояснили лесники Ненецкого лесничества, лесной массив в районе возгорания сухой. Поэтому одной из причин пожара могла стать сухая трава. Также не исключается человеческий фактор. Сухая и жаркая погода в регионе способствует появлению новых тундровых пожаров. По прогнозу синоптиков, подобные метеоусловия сохранятся в Ненецком округе в ближайшую неделю. Спасатели предупреждают население о необходимости строгого соблюдения в лесу и тундре правил пожарной безопасности. При попадании на участок лесного пожара необходимо при наличии связи позвонить службу спасения 112 и уйти в сторону противоположную пожару.